Здравствуйте! По традиции мы подводим итоги месяца в жизни Тюменской области с представителями политических сил. Сегодня в программе объективно парт-актив обсудим послание губернатора и принятие самого главного документа года – областного бюджета. Об этом и не только. Поговорим с гостями программы. С гостями встретимся чуть позже. Теперь наш первый сюжет к теме. Губернатор Александр Мор обратился с посланием к депутатам Тюменской областной думы. По традиции, вначале он подвел итоги уходящего года. Так, в регионе заработало более 20 новых производств, в том числе не имеющих аналогов в России. Открыли три школы, четыре детских сада, две поликлиники. Отремонтировано 600 километров дорог. Было много достижений в АПК, экономической, научно-образовательной и интеллектуальной сферах. Рассказал Александр Мор и о проблемах. Это снижение инвестпотока после завершения строительства ЗАПСИП «Нефтехима», трудности Антипинского НПЗ. Впрочем, их последствия сейчас полностью нивелированы. Снижение естественного прироста населения – тоже нехорошая тенденция. Однако новые меры поддержки, возможно, смогут ее изменить. Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего и последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. А как же первый? Ведь на этот шаг молодым семьям решиться труднее всего. Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей, их оцен за оседлости справедливо будет освободить. Размер этой поддержки составит 150 тысяч рублей. Кроме того, Александр Мор предложил увеличить размер регионального материнского капитала на третьего или последующего ребенка с 40 до 100 тысяч рублей. И пообещал, что к 2021 году все дети старше полутора лет будут обеспечены местами в детских садах. В ближайшие пять лет в регионе построят и 58 новых школ. Добрый день, уважаемые гости. Начнем нашу программу. Посмотрели сюжет. Все видели послание либо по телевизору, либо вживую. Иван Григорьевич, ну вот сейчас принято же подсчитывать, некий такой анализ сделать. Какие слова чаще всего упоминает губернатор в своем послании, какие меньше. Год от года они меняются. Вы такой свой подсчет не подводили и на что обратили внимание? Мы не лингвисты, мы этим не занимаемся. То есть самое главное, что мы увидели в данном послании Александра Викторовича о том, что были конкретные цифры, были поставлены конкретные... И, кстати, не так много было. Да, были конкретные задачи, которые он поставил. Куда мы двигаемся, как мы будем двигаться, какие цели перед нами стоят. Но фракция КПРФ для себя подчеркнула самое главное. То есть мы неоднократно выходили с инициативы, у нас были митинги, пикеты, предложения о увеличении материнского капитала. То есть мы были рады, когда мы услышали, что Александр Викторович услышал нас. И материнский капитал был увеличен на первого ребенка до 150 тысяч, на третьего и последующего до 100 тысяч. Также мы неоднократно выступали с инициативой о том, что необходимо сделать проезд пенсионерам бесплатный. Мы это услышали, мы рады, что это так, что наши пенсионеры, которые и так достаточно в такой сложной ситуации живут, финансовая большая часть, то есть что сейчас они будут ездить у нас бесплатно на общественном транспорте. И третий момент, который тоже всех порадовал, я думаю, это увеличение прожиточного минимума, не прожиточного минимума, а средней, если вам скажу дословно, среднедушевого дохода на семью. То есть мы считаем, что это очень своевременные решения были приняты, потому что не так все хорошо у нас, как нам хотелось бы. И мы действительно услышали, что Александр Викторович слышит людей и направлен именно на то, чтобы им помогать. — Юрий Астанович, одно из слов, которое было сказано и не раз повторено губернатором, это справедливость. Как раз если про вашу партию говорить, для вас что было в этом послании важным, вы его внимательно, наверняка, почитали? — Для нас, конечно, это важно, потому что, понимаете, слово «справедливость», оно вообще в политологическом смысле не имеет такого конкретного какого-то наполнения. справедливость, она у всех своя. Я думаю, что мы будем еще на эту тему долго рассуждать и дискутировать. То, что Иван Григорьевич говорил, это все так и есть. Действительно, там социальное направление было усилено, скажем так, в отношении многодетных, малообеспеченных семей. Вот эти пять тысяч, они там уже, честно говоря, довольно постыдная такая величина была. Поэтому мы считаем, что, конечно, это важно, но с другой стороны, там, наверное, более важен бизнес, климат, чтобы было откуда платить. И важны сами вложения в человеческий капитал, в сам процесс формирования этого капитала, потому что это будущее, в общем-то, экономического развития. Ясно. Иван Николай Анатольевич, ну вот он уже во втором своем послании подряд говорит о том, губернатора имея в виду, что не стоит ждать таких огромных глобальных проектов инвестиционных, прежде всего, которые были ранее. И в связи с этим новые задачи в области инвестиционной политики перед руководством региона стоят. На ваш взгляд, в чем сейчас они в большей степени будут заключаться и какой выход из этой ситуации? Ну, еще одного нефтехима, ну, вряд ли в ближайшее время можно ждать. Хотя слухи какие-то ходят еще. Ну, слухов много. В любом случае, в пакете и в послании губернатора, это и в прошлом году, как вы правильно отметили, и в этом году идет посыл об интеграции экономической, промышленной политики не только внутри нашего региона, но и взаимодействия с другими регионами, и в том числе выход на зарубежных потребителей наших товаров и услуг. То есть мы традиционно говорим это Ямал-Югра, но мы сейчас открываем для себя новые рынки, в том числе сельхозпродукции, тюменской продукции, которая в полном объеме практически обеспечивает всю Тюменскую область, выходит интенсивно на Югру и Ямал и выходит на зарубежный рынок. С учетом четко составляемого роста экономического и социального благополучия, в этом плане я бы назвал это послание достаточно цельным, с элементами такой жизненной, четкой, понятной философии. Глеб Александрович, ну есть с чем сравнивать. Прошлогоднее послание, где губернатор премьерный свой доклад представлял, сейчас уже поработал год после того послания. Вы что для себя открыли в нем? Как коллеги уже заметили, носит такую социальную направленность это послание, и, конечно, что уделил внимание в общем, обществу и конкретным людям. Мне кажется, многим было приятно слышать, как пример, вот, например, губернатор выделил многодетную семью, которая стала многодетной семьей года во всей Российской Федерации. Это члены ЛДПР, семья Подкорытовых, поэтому, я думаю, понятно, с кого брать пример. Также те предложения по многодетным мы провели в течение вот этого года. Два круглых стола по многодетным, разрабатывали социальный кодекс вместе с правительством. И, конечно, уже часть предложений, которые фракция ЛДПР вносила по многодетным, это увеличение регионального материнского капитала, это другие социальные льготы. То есть те наработки и те предложения, которые в течение года мы делали, их сегодня внедрили, в послание губернатора они были обозначены. И, на мой взгляд, это очень важно. А вторая важная тема, о чем фракция ЛДПР постоянно говорит, прежде чем проводить какие-то реформы, управленческие решения, необходимо поговорить с людьми. И губернатор говорил, идите разговаривайте с людьми, послушайте, что они скажут, как они видят эту проблему. Будь то глобально это там мусорная реформа, пенсионная, или взносы на капитальный ремонт. Или вот самый банальный пример, такой локальный, это московский трак и разворот. Сначала сделали, все развороты закрыли, люди вышли на митинги, начали социальное напряжение, и только потом пошли договариваться, разговаривать с людьми, что, как, оказывается, можно было там сделать. Надо же, губернатор об этом сказал, идите наоборот, сначала поговорите, предложите альтернативы, соберите сход через социальные сети, другими инструментами, и только потом реализуйте или реформу, или управленческие решения, или благоустройство. Ну, а по традиции, сразу после послания губернатора Тюменской области, депутаты областной думы принимали бюджет региона. О том, как это было, расскажут на следующий материал. Увеличение регионального материнского капитала и другие инициативы, дали повод скорректировать бюджет на 2020 и два последующих года. На заседании областной думы депутаты приняли главный финансовый документ. В будущем году в казну региона планируют получить доходов на 162,5 миллиарда рублей. Основной источник – налог на прибыль. Расходы составят свыше 221 миллиарда. Депутаты разъяснили, как покроют дефицит. Сумма достаточно приличная, это действительно так, более 57 миллиардов рублей. Источником покрытия бюджета 2020 года являются так называемые переходящие остатки с прошлых лет. И, соответственно, мы можем говорить, что эти деньги уже в бюджете есть. То есть их не нужно собирать, и в любом случае они присутствуют. Хватит или не хватит денег – денег хватит. Бюджет Тюменской области по-прежнему остается социально ориентированным. На эту сферу в региональной казне заложено около половины расходов. Итак, Николай Анатольевич, ну смотрите, этот бюджет, во-первых, с огромным дефицитом принят. Понятно, что дефицит формальный, слегка, поскольку деньги эти есть. И две, во всяком случае, позиции, которые очень много вопросов вызывали – это помощь Курганской области, многомиллионная. И плюс появилась информация по поводу того, что из регионального бюджета, федеральный бюджет перечисляются деньги на строительные работы, ремонт, отвику. То есть в связи с чем все это? Такого ведь не было раньше. Что касается принятия бюджета и самого, допустим, с Курганской области, очень просто. Там действительно бюджет Курганской области не позволяет, а у Тюменской области есть большая мотивация, чтобы наши реки, наша территория юга Тюменской области чувствовала себя комфортно. И вот эти сливы, стоки, очистные сооружения, которые требуют мощной реконструкции и реанимации, в них Тюменская область точечно, конкретно вкладывается. То есть, когда вкладываясь в ремонтно-строительный и вот эти все капитальные работы Курганской области, мы в первую очередь заботимся о своем здоровье, экологии и нормальном состоянии флоры и фауны Тюменской области. А что касается в целом бюджета, он как и был в этом году, он стал еще более социально направленный, потому что те предложения от фракции «Единой России», которые и правительство Тюменской области на согласительных, на других мероприятиях мы озвучили, они практически 100% вошли в этот бюджет. И поскольку я курирую в том числе с нашим лидером Андреем Викторовичем Артюхов проект, федеральный проект «Новая школа», и здесь мы увидели очень мощное такое движение с точки зрения строительства, капитального ремонта и детских садов, и школ, и в том числе полностью ликвидация по Тюменской области, школ в деревянном исполнении, выход на капиталку. Глеб Александрович, сейчас если почитать комментарии в соцсетях, на интернет-ресурсах по поводу бюджета Тюменского, то есть все обращают внимание на эти два фактора, и все, комментаторы многие пишут, что нам деньги свои некуда девать и так далее и тому подобное. И у вас фракция голосовала за эти решения? Нет, по Кургану мы не поддержали, потому что действительно наши избиратели живут, трудятся на территории Тюменской области, и еще много проблем, которые не решено. Тюменская область отчисляет рекордные налоги в федеральный бюджет, у нас и так забрали НДПИ, забрали налог на прибыль. Есть федеральная функция распределения, выравнивания межбюджетных отношений на уровне субъектов Российской Федерации. Если посмотреть, опять же, федеральный бюджет, Курганскую область из федерального бюджета получит рекордные субсидии, там десятки миллиардов рублей, поэтому мне нечего сказать нашим избирателям, почему можно было поддерживать это решение. Если посмотрим по статьям расходования, конечно, вызывают вопросы и культура, и молодежная политика. На наш взгляд, эти сферы необходимы в дополнительном финансировании, чтобы как раз достичь тех целей, о которых говорил губернатор, и которые поставлены в нацпроектах. Поэтому не все так безмятежно в бюджете Тюменской области, но, опять же, хочется заметить тот компромисс и ту реакцию, что те предложения, которые мы вносили и по чистой воде, и по информатизации, и по многодетным семьям, то, что мы в течение года отрабатывали на комитетах, на круглых столах, предложения фракции, многие предложения вошли. Иван Григорьевич, как только возникла эта тема помощи Курганской области, то есть мы у Тамары Николаевны Казанцевой поинтересовались, как она к этому относится, а она сказала ей одной фразой, соседям надо помогать. Я так понимаю, КПР голосовала за это решение. Мы голосовали за это решение по одной простой причине. Было жесткое обоснование того, что в Курганской области стоят очистные сооружения, которые не соответствуют никаким ГОСТам. И сток с этих очистных идет в реку, которая идет в Тюменскую область. То есть, откинув все юридические моменты, они засоряют реку, которая идет к нам. Конкретно у нас в законе, который был принят, прописано, мы выделяем деньги на ремонт очистных. Они нам предоставляют конкретно сметы, на что данные деньги будут затрачены. А там прописано, конкретно очистные. Мы уверены в том, что ни копейки не может пойти в другие направления, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому мы должны были им помочь. Если бы мы не помогли им, наши реки дальше засорялись бы. Да, у нас огромное количество вопросов по очистным у себя в области. Огромное количество. Многие также не соответствуют. Поэтому, я думаю, мы должны были все равно им помочь. Правильно? Соседям надо помогать. Потому что мы, если не будем помогать соседям, они убьют нашу экологию. Есть ряд моментов, которые мы не поддерживаем. То есть, АПК. По АПК у нас вопросы по поддержку малых форумсоб. То есть, это у нас молоко. Деньги увеличили, но когда мы начали задавать вопросы, выяснилось, что не увеличилась цена на молоко. По здравоохранению тоже очень много вопросов. Да, нам говорят о том, что мы увеличим количество ФАПов. Да, дело хорошее. Сначала, конечно, их все разрушили, сейчас их увеличивают. Но там сейчас встает вопрос, а кто в них будет работать? Построить мы их построим, но проблема с кадрами. То есть, людей надо туда привлекать, надо создать им условия. Образование. То же самое у нас со школами. Проблема. Везде проблема. Да, мы сейчас будем строить больше школ. Да, это прописано. Да, это будет. Но мы считаем, что их надо больше строить. Так же, как спортзалов. Мы строим огромное количество микрорайонов. Спортзалов у нас не хватает. Именно там, где занимаются дети. Мы приняли огромное количество льгот. Но мы приняли это единым законом. Их надо было разделить. То есть, есть льготы, мы не против которых. Это когда мы поддерживаем индустриальные парки. То есть, что пришли инвесторы, это малые производители. Мы должны их поддержать. Но когда мы поддерживаем таких гигантов, как Сибур, которые могут, мне кажется, нам помочь. Не мы, они нам могут помочь своими деньгами. Есть ряд вопросов. Когда мы помогаем Бинату. Да, Бинат наше все. Но когда мы начинаем разговаривать с людьми, люди задают, знаете, интересный вопрос. А что производит Бинат и где это? То есть, вся Тюменская область не знает, где производит продукция Бината. И никто ее не покупает. Но мы ему помогаем. Это тоже достаточно серьезные деньги. То есть, льготу надо делать. Ну, по-моему, никто не покупает. Они бы тогда вообще давно уже не работали. Покупают, да. Давайте сейчас спросим у коллег, кто здесь сидит. Никто не покупает Бинат. Это действительно так. Ладно. Георгий Яснович, ваше отношение к бюджету, тоже его посмотрели. Основные параметры. Вы уже упомянули об онкоцентре, за что Справедливая Россия ратовала за строительство его в начало строительства в этом году. Что еще? Ну, вы знаете, вот бюджет, это, конечно, финансовый документ. Но это, в первую очередь, и политический документ. Если даже вот здесь мы в студии четверо не можем как бы сойтись в одном взгляде, например, да, то естественно, что у разных там получателей бюджета, у разных групп населения, у предпринимателей свои интересы. Есть разные предприниматели, успешные, неуспешные, там у кого-то временные трудности, у кого-то чего-то там и так далее. То есть, политически, вот мне кажется, что бюджет был сделан как-то выверенным образом. То есть, попытались удовлетворить всех, и федералов, потому что у нас же не отдельная страна, мы не можем творить что хочем, да. То есть, что касается федеральной повестки, мы, например, ремонтируем, допустим, да, какое-то здание, Твику, да, значит, но дело в том, что там федералы дают половину софинансирования, но объекта на нашей территории, ну какая разница, чей он? Вот вы идете в ресторан кушать, вы спрашиваете, чей это ресторан, или вы еду смотрите там, которую покушать хотите, да? То есть, вопрос в этом, если этот объект находится здесь, люди работают здесь, потребители получают услуги здесь, что здесь не так, непонятно. Что касается Курганской области? Ну, Курганская область, это, знаете, там был Рим и варвары там, мы же не хотим, чтобы Курган сюда переехал, допустим. Тогда мы должны им создать какие-то условия, ну не то, что там полностью там как-то, ну в какой-то части, канализационное сооружение, ну что ж они там, утонуть должны там в этих нечистотах. То есть, у нас есть такие возможности. У Тюменской области на депозитах лежит порядка там, 100 миллиардов рублей. Вообще-то их надо использовать, иначе цап-царап, как сказал наш самый главный лидер, да? И не увидим мы этих денег. Поэтому я считаю, что если эти деньги пошли в виде инвестиций каких-то, не то, что там помощь там взял, отдал и забыл, подарок. Нет. Это инвестиции в определенную там недвижимость, в определенное, так сказать, имущество. Поэтому это оформляется там межобластными какими-то там соглашениями. Это не есть помощь. Вот люди рассуждают там на бытовом уровне, мы там помогли. Да как мы помогли? Мы им одолжили денег на устранение там чего-то. Им еще федералы дают, им еще кто-то дает. Понимаете? И в целом деревня как бы оживает, начинает там жить. И мы с этого получаем свои какие-то преференции. Главное, курганцы, чтобы не обиделись, что деревни их назвали, да? Нет. Я деревню-то сказал не про них, а вообще, чтобы деревня жила, каждый должен чем-то своим заниматься, иметь доход и возможность воспроизводства. О чем, собственно, губернатор и говорил. Он же говорил о чем? Что нам надо перенести объект внимания на домохозяйство. Что мы должны там стопроцентную газификацию, в конце концов. Чистая питьевая вода. Ну это все деньги, это люди. Ну без людей никак. Без людей ничего не работает. Вы там хоть что делаете? Деньги это что? Ну деньги, ничего. Сегодня есть, завтра нет. Их надо инвестировать куда-то. Чтобы они работали, приносили прибыль. Бюджет у нас с дефицитом. Но опять же, я сказал, что у нас есть накопления какие-то. Это раз. Во-вторых, если бы мы не запланировали этот дефицит, нам тоже могли там попросить еще больше денег куда-то. То есть, срочно пришлось искать статьи, применение, каким группам населения необходимо срочно помогать. Ну, ничего плохого в этом не вижу. Может, какие-то нюансы есть, надо что-то идеальное, но ничего не существует. Поэтому мы как бы в целом, в общем, поддержали. Наш лидер выступил на заседании Думы, сказал, что с учетом всего мы за. Ну, будем надеяться, что бюджет действительно рабочий. То, что он социально направленный, это понятно. И социальные расходы у нас с каждым годом растут. Хоть, может быть, не в процентном отношении, но в денежном. Деньги все дойдут до, соответственно, тех, кому они предназначены. А время нашей программы подошло к завершению. Я вам благодарю за участие в ней. Всего доброго. И до следующей нашей встречи в декабре, где будем подводить итоги года. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно. На все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok